Привет, подружки! Итак, наступил декабрь, значит я подвожу итоги своего месяца в плане косметики. Надеюсь, вы уже посмотрели видео про косметику, которая мне понравилась в этом месяце. Если нет, то я оставлю ссылку внизу. Но в этом месяце было также феноменальное количество косметики, которая мне не понравилась. И я с удовольствием вам про нее расскажу. Так, я начну с уходовой косметики. Во-первых, волосы. Им в этом месяце не повезло особенно. Я начну с шампуня Head on Shoulders, два в одном. Основной уход. Это ужасный шампунь. Я пыталась им бороться с перхотью и заодно смыть темную краску для волос до того, как я их покрасила нормально в салоне. И, во-первых, он дико высушил мои волосы. Просто ужасно. Они были в каком-то невероятно гадком состоянии. Во-вторых, у меня перхоть от него началась еще больше. От него дико зудела голова. Кожа головы болела даже, когда я просто наносила его. В общем, ужасно. Я, конечно, много слышала про то, что Head on Shoulders только больше провоцирует перхоть. Но я-то его использовала, чтобы смыть краску. Я не думала, что он при этом испоганит еще и кожу головы. Ужасно. Плохо. Ни за что не покупать. Если вы это тем более используете от перхоти, то нет, что-нибудь другое. Дальше. Крем, понтин, слияние с природой. Укрепляющая сыворотка. Начнем с того, что он очень странно распределяется. То есть вы нажимаете на пипку, потому что вы думаете, что сейчас капелька упадет вам в ладошку. После чего струя улетает в стену. Струя беловатой жидкости, разблизганная по стенам вашей ванной. Отлично. Она, с одной стороны, по консистенции мне она понравилась, потому что она довольно жиденькая и можно нанести на волосы, она не слишком их утяжелее. При этом я не заметила и какого-то особого от нее прока. Наносишь и... Не то, чтобы волосы начинают легче расчесываться, или секущие кончики становятся не такими ощутимыми. Ну вот как-то я бы сказала, что ни о чем. Ну и да, под конец вы, конечно, учитесь подставлять ладонь вот так и ловите это все, прежде чем она все растеклась и разбрызгалась. Но в принципе вот колпачок очень неудобный. Дальше волосы. Это у меня оттеночный шампунь. Я его купила еще до вот этого всего задолго перед свадьбой. Я думала, что возможно я стонирую волосы, чтобы мне их целиком не красить. И на опроб... На опроб... На... В общем, я купила попробовать вот этот шампунь. К счастью, я это делала задолго до свадьбы. То есть он лежит давно, просто я забывала вам про него рассказать. Но я должна вас про это предупредить. Это было очень плохо. Так, оттенок горький шоколад. Маска оттенка в смысле фирмы Риана, Верона. Что? В общем, продается в подружке и выглядит вот так. Так будет, наверное, проще для всех нас. И она ужасная. Во-первых, она очень неровно ложится. Да, я знаю, что все вот эти вот оттеночные дешевые шампуни, они все плохие. Нельзя ими пользоваться, они испортят волосы. Тем не менее. Да, волосы это испортило. Во-первых, у меня от этой маски дико начали выпадать волосы. Прям очень клоками. И они выпадали еще вот пару недель. То есть до нее этого не было. Я, конечно, списываю это на то, что стресс перед свадьбой. Но как-то уж очень это все совпало. Во-вторых, они прокрасились неравномерно. Тут какие-то прядки были темнее, какие-то светлее. Корни не прокрасились вообще никак. И она смылась с первым же шампунем. Хотя указано 4-6 помыла головы. Нет, первый шампунь это все смыл. Дальше. Так, с волосами мы разобрались. Теперь лицо. Матирующий тоник для лица от расширенных пор и черных точек. Green Mama. С морскими водорослями. Уж я не знаю, что в него входит, но от него эффекта нет вообще никакого. Вот как водичкой протер лицо и вообще ничего нет. То есть вроде бы он пахнет и вроде бы он по текстуре не совсем как вода. Но эффект такой же. Вы протираете лицо и ничего не происходит. То есть я им, конечно, иногда пользуюсь, но нет. Особый эффект не заметила. Тем более, если он от черных точек, он должен быть приспособлен для жирной кожи. Потому что черные точки в основном на жирной коже. Но он... Я не знаю, возможно, подойдет как раз девушкам с сухой кожей. Потому что он не сушит никак. Но, в общем, для жирной кожи совершенно не подошло. Дальше. Соль для ванн с по бьюти. Фирма Lacti Milk. Медовая аромашка. Я не уверена, что ими должна делать соль для ванны. То есть какой от нее должен быть эффект. Я вот снова покупаю, если соль для ванны, то вот эту вот хардкорную в зеленой коробочке, на которой написано, мне кажется, только соль для ванны. Она классная. Она ненавязчиво пахнет. И когда ложишься в воду, есть ощущение, что в ней что-то такое приятное и полезное. Прошу прощения. Вот от этого не было ничего. Ни запаха. Никакого-то ощущения, что в воде хоть что-то растворили. Вы просто высыпаете несколько колпачков, и ничего не происходит. Абсолютно ничего. Поэтому, я не знаю, возможно, она полезная для, не знаю, кожи или еще чего-нибудь. Но, ну, по крайней мере, эффекты на кожу я особо не заметила. Ни о чем. Дальше из уходовой косметики всего одна крошка. Но это H&M Lipstick Lip Gloss Dua Lip. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Это и помада, и блеск для губ. Тут у меня мнения разделились. Потому что блеск для губ отличный. Он розовый, приятный, такой немножко полупрозрачный. Он здорово держится. В принципе, он очень красиво смотрится на губах. С одной стороны, естественно, с другой стороны, ярко. Очень классный. Но помада, вот с помадой вышел какой-то полный блупер. Потому что цвет классный, но ложится на, вы, наверное, знаете, вот такие помады, которые вы наносите на губы. И они по текстуре такие, что такое ощущение, что у вас на губах что-то приклеено. То есть у вас не накрашены губы, а какое-то инородное тело находится у вас на губах. То есть смотрится настолько неестественно. Не столько цвет, сколько вот именно текстура. Что, в общем, довольно странно. Еще она растекается. И, ну, в общем, в течение дня, чем больше вы ее наносите, чтобы поддержать цвет, тем страннее по текстуре она смотрится. Поэтому блеск хороший, помада не. И последнее, что у меня есть, это была для ногтей. Catrice оттенка 22 Bricky Mouse. Я не знаю, кому может дойти этот оттенок. Я довольно смуглая, но даже на моих руках это смотрелось, как будто у меня грязные ногти. Довольно странно. То есть на светлой коже это будет смотреться просто как-то, я бы сказала, нездорово. Возможно, на очень темной коже будет смотреться интересно и красиво. Там, не знаю, на латиноамериканках или на мулатках. Возможно, будет смотреться красиво и светленько. На более светлых оттенках кожи, мне кажется, смотрится просто некрасиво. Это, я бы сказала, такой грязно-кирпично-темно-розовый цвет. Он смотрится совершенно некрасиво. Я не знаю, как они выпустили такой цвет на рынок, честно. Я не знаю, о чем они думали и на кого они вот это рассчитывали. Кто должен был быть потребителем этого. Потому что в бутылочке смотрится в принципе ничего. Золотые оттенки, такой персиково-розовый. А на ногтях очень-очень плохо. И это все, что мне не понравилось. Я знаю, было изрядно, но я должна была с вами поделиться. Надеюсь, это было для вас полезно. Возможно, вы, пользуясь чем-то из этого, и научились этим пользоваться. И тогда вы мне подскажете, как, что я делаю не так, и как мне сделать, чтобы средства эти заработали. В любом случае, я надеюсь, что это было информативно и полезно для вас. И спасибо за просмотр.